Цена на газ до конца апреля расти не будет. Такое постановление принял ранее Кабмин Яценюка, рассказывают газовщики. Поэтому украинцы в этом месяце еще будут платить по базовой стоимости. Единственное изменение – закончился период действия льготной цены – 3 гривны 60 копеек за кубометр, которая действовала на отопительный период для тех, кто имеет газовое отопление в частном доме. Цена на газ для населения с 1 апреля, согласно постановлению Кабинета министра Украины под номером 758, в который были внесены изменения 30 марта, составляет 7 гривен 188 копеек за 1 метр природного газа. Что будет с ценами на газ для населения с 1 мая, говорят газовщики, определит уже новый Кабинет министров. Тем временем, премьер-министр Владимир Гройсман накануне сделал официальное заявление о том, что правительство намерено поддержать повышение стоимости голубого топлива, поскольку сейчас тариф экономически не обоснован и недооценен. А харьковчане жалуются – очередное подорожание снова станет серьезным ударом для семейных бюджетов. Многие до сих пор погашают долги за другие коммунальные услуги. В частности, еще не выплатили суммы по огромным январским счетам за отопление. Говорят, если стоимость газа снова увеличится, то большинство горожан просто перестанут платить. Кто живет в многоквартирных квартирах, это еще касается, конечно. В наше поколение еще как-то кто-то выкручивается, где кто как может, на двух, на трех работах работая. Взять поколение бабушки, дедушки, пенсионеры, особенно живущие уже в частных секторах, где отапливаются газом, это не то, что невозможно, это уже давно невозможно. Долги будут на 100%. Вот я не знаю, это мое мнение, что перестанут платить. Это 100%. Вот как вы думаете, я от мужа своим куплю лекарства или буду платить? Или своим куплю покушать? Не, ну у кого-то ситуация хуже, у кого-то лучше. Конечно, коммунальные высокие в любом случае, не только на газ, на отопление. Поэтому, если в общем, то бьют по карману хорошо, конечно. Уже сейчас жалуются газовщики, долги жителей Харьковской области. Запотребление газа продолжают расти и на данный момент составляют более миллиарда гривен. Лариса Говина, Александр Проценко, Агентство телевидения новости.